В прошлой жизни Баян Аха была архитектором. Сейчас она управляет ЙОЛО, культурным центром и кафе, которое она основала в Стамбуле. Здесь Баян устраивает концерты, сессии групповой терапии, художественные воркшопы, караоке, открытые микрофоны и стендапы. В ЙОЛО рады всем, говорит Баян, но многие мероприятия рассчитаны на арабоговорящих людей, как она сама. Это началось с личной потребности. Здесь не было мест, где могли бы встречаться с людьми или изучать что-то на арабском. Поэтому я подумала, а почему бы нам самим не создать такое пространство? Мы достигли точки, когда устали от необходимости оправдываться за то, что мы сирийцы. Мы здесь пытаемся построить жизнь с нуля. Баян приехала в Турцию из Сирии, как беженка. Она работала почти 10 лет, прежде чем ей с партнером удалось скопить денег для открытия ЙОЛО. Название – это аббревиатура английской фразы «You only live once». В переводе – «Живем лишь раз». Для многих беженцев и арабских мигрантов ЙОЛО стала спасательным кругом. Местом, где они могут сбежать от общества, которое становится все более враждебным к ним. Я не хочу, чтобы люди приходили сюда и слышали то же, что и дома – на работе, по телевизору, в общественном транспорте. Я не хочу, чтобы на них смотрели так же, как на улице, особенно это касается людей с сирийской внешностью. Никто не будет чувствовать себя комфортно в месте, где так очевидно дают понять, что вам не рады. Эти предвыборные плакаты на улицах – это уже не что-то скрытое. На протяжении всей предвыборной кампании Баян наблюдала, как СМИ обвиняют сирийцев и мигрантов в экономических проблемах Турции. Несмотря на то, что теперь она стала гражданкой Турции, она все еще чувствует себя оторванной от общества. Независимо от моего правового статуса, я все равно считаюсь сирийкой. Я прямая мишень разжигания ненависти. Я иногда думаю, что все же лучше, что я здесь. Если бы я осталась в Сирии, я не знаю, была бы я еще жива. Я думаю так, чтобы заставить себя жить дальше, чтобы мотивировать себя. Оба кандидата на президентских выборах в Турции обещали отправить сирийцев обратно, путем депортации или добровольного возвращения. Тему миграции постоянно сопровождает эту предвыборную кампанию. И тем не менее, нам с трудом удается найти беженцев, готовых говорить об этом на камеру. Опыт жизни в Турции, этого 26-летнего журналиста из Сирии, возможно, объясняет почему. Сэмми, мы изменили его имя, согласился поговорить с нами только в том случае, если мы скроем его личность. У Сэмми есть вид на жительство, но его необходимо продлевать каждый год. Когда я выхожу из дома, я как можно сильнее стараюсь скрыть свою сирийскую идентичность. Я стараюсь не говорить на арабском. Ему уже доставалось за то, что он публично говорил по-арабски. И он опасается, что эта напряженность может обостриться. По всей стране все чаще поступают сообщения о насилии в отношении сирийцев. Я чувствую, что если дело дойдет до такого сценария, у меня не будет никакой правовой защиты. Никто не будет отстаивать мои права. Как сирийский беженец в турецком обществе, я чувствую себя бесправным. Мы снова в Йола. Здесь аншлаг. Сегодняшняя тема – как справиться с ссорами в отношениях. Место будто находится на другой планете, от жизни за дверью, к большому облегчению посетителей и персонала. Это безопасное пространство. Когда мы приходим сюда, мы чувствуем себя снова дома, на родине. Йола-арт – единственное место, где я могу быть собой и принять свою культуру, и веселиться.